Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В июле в церковном календаре есть несколько замечательных дат. Хотелось бы сегодня отметить два таких особо чтимых праздника. Первый из них празднуется 21 июля в честь явления Казанской иконы Божьей Матери. Нужно сказать, что после Казанского похода Ивана Грозного и присоединения Казани к русскому государству, то русское население, которое жило там, очень сильно чувствовало некое утеснение со стороны местных жителей. И вот однажды одной маленькой девочке является во сне Матерь Божья, которая говорит о том, что нужно раскопать эту икону. Она сначала, естественно, не реагирует на это, после какого-то уже третьего раза они приходят к правящему архиерею. В то время правящим архиереем был Ермоген. И он, по словам девочки, приходит на это место, где обретает чудесным образом Казанскую икону Божьей Матери. Дело в том, что вообще история всей Казанской иконы Божьей Матери, она очень длительная, очень большая. Но я хотелось бы отметить два таких момента. Это помощь Матери Божьей в таких экстраординарных условиях, как нашествие врагов. Именно образом Казанской Божьей Матери был богосолен Петр Великий, который одержал в 1709 году победу над шведами в Полтавском сражении. Во время нашествия Наполеона в 1812 году Казанская икона все время сопровождала русскую армию. И даже после похода, когда было завершено строительство знаменитого Казанского собора в Санкт-Петербурге, туда были помещены не только этот образ, но и все трофейные знамена, которые русская армия получила в боях с французами. И там же был похоронен знаменитый полководец Кутузов в том же самом Казанском соборе. Вообще, великая милость Божьей Матери к нам, христианам, как раз и проявляется в том, что в годину трудную, а трудный годин бывает не только в каком-то таком большом смысле, когда происходит какое-то историческое такое событие, как при нашествии Наполеона, но и в такие моменты в нашей частной жизни у нас тоже бывают трудные моменты, потери близких, может быть, какие-то скорби, печали, болезни. Мы приходим, начинаем просить Матери Божию, и она всегда слышит наше моление. Поэтому для меня каждый праздник в честь Матери Божией это не только большой праздник, это воспоминание того, как Матерь Божия любит нас, христиан. И второй праздник, это в честь моей любимой святой, память которой празднуется 24 июля, это память святой равнопостной княгини Ольги Богомудрой. Ну, я ее еще люблю не только потому, что я являюсь священником, почитаю эту святую, я еще по образованию историк, и поэтому для меня она реальная историческая личность, которая существовала в то время. У нас порой многие люди начинают судить некоторых, как сказать, исторических личностей, каких-то святых, отрывая их от той эпохи, в которой они жили. Ну, представляете, святая равнопостная книги Ольга жила в русском государстве при его зарождении. Кругом языческие народы, с которыми не всегда хорошие отношения. После убиения своего супруга Игоря она осталась одна, на руках у нее маленький ребенок, кругом ее окружают всякие недруги, и при этом все люди, которые живут с ней, они тоже смотрят на нее, сможет ли княгиня Ольга проявить себя твердой владычицей, как она должна быть, княгиней, в полном смысле этого слова. Поэтому нельзя слишком строго судить княгиню Ольгу, отрывая от исторических событий, вспоминя о том, как ей пришлось расправиться с древлянами. Не будем забывать о том, что княгиня Ольга в этот момент была еще языческой княгиней. Язычники живут по другим правилам. Но самое главное, что равнопостная княгиня Ольга была первой, так сказать, ласточкой среди княжеского рода, которая приняла Христа. То есть она понимала, что та религия, которая окружает ее, она не дает ей ничего. Это нужно понять, потому что христианство – это как океан. И вот княгиня Ольга захотела увидеть этот океан. Для чего она поехала в Сарград, крестилась там. И именно благодаря княгине Ольге в русское государство, зарождающееся Русь, было привнесено вот это новое христианство. Не все было гладко. Даже ее сын Святослав не хотел принимать христианство, креститься, говорил о том, что одним будет смеяться бояре, над ним будет смеяться княжеская дружина. Но потом во внуке Владимире это семя, которое она положила христианству, оно дало очень большой сход. И поэтому, когда мы празднуем память, получается, что самое удивительное, что ее внук Владимир и княгиня Ольга, у них праздник празднуется буквально с разницей в небольшое количество дней в одном и том же месяце. Они вместе всегда изображаются на иконах, потому что они принесли семя христианства, они изменили наше, так сказать, мировоззрение, потому что, когда человек живет по заповедям Христовым, он очень счастливый человек. Почему? Потому что него нечего бояться, потому что с ним Бог. Он не боится ни скорбей, ни печалей, он не боится никаких-то резких перемен в своей жизни, потому что знает, что все происходит по промыслу Божьей. Он смиряет свои страсти, потому что знает, ради кого он их смиряет. Вот, к сожалению, язычники этого не знают. И поэтому мы очень благодарны княгине Ольге за этот ее великий подик, потому что быть христианином – это великий подик. Для меня княгиня Ольга, она очень близкий такой святой, настолько ее всегда любил, почитал, что даже помню, когда у меня родилась первая дочка, назвал в честь нее, потому что я все время говорил своей дочке, я хочу, чтобы ты была как Ольга, княгиня. Она говорит, какой, я говорю, богомудрый. Поэтому я прошу вас всех почитать эту великую святую, потому что она для нас есть обращающий к тому, как нужно поступать в трудную минуту, как нужно поступать во время скорби, как нужно поступать, когда ты даже чувствуешь, что почва уходит из-под ног. Потому что княгиня Ольга смогла найти в себе силы, чтобы продолжить этот подик, продолжить дело своего мужа и более того, принести, как я уже говорил об этом, свет Христовой веры на русскую землю. Предтечий Креститель, Господень Иоанн, стал Божьим даром для своих родителей, первосвященника Захарии и его жены Елисаветы. Святой Пророк появился на свет, когда его родители были уже очень пожилыми, и они понимали, что до конца своих дней останутся бездетными. Удивительно и чудесно его рождение и вся его жизнь. Потерев родителей, Претечий жил в уединении в необитаемой дикой пустыне. Он общался только с Богом и ангелами. Постом и молитвой, суровой аскезой, питаясь лишь диким медом и акридами, готовил себя Иоанн к великому служению. Он вышел из пустыни только для того, чтобы исполнить волю Божию. Крестить людей и указать им на того, который пришел на землю, взять на себя грехи всего мира. И к нему потянулись люди. К нему пошла вся страна иудейская. И все принимали от него крещение, принося покаяние в содеянных грехах. И однажды он указал на спасителя мира, который пришел к нему принять крещение, все агнец Божий в земле и грехи всего мира. В праздник Рождества Иоанна Претечи митрополит Симбирский и Новоспасский Иосиф возглавил божественную литургию в храме, посвященном этому святому пророку. По случаю престольного торжества был совершен крестный ход. Затем перед иконой Рождества Иоанна Претечи была прочитана молитва славному пророку Господню. Все, кто принял участие в богослужении в этом святом храме, отметили, как он преобразился к престольному торжеству, как стал светел и благолепен. Трудами настоятеля, протеирея Сергия Ефремова, его помощников, благотворителей и всех искренне любящих этот Дом Божий удалось провести косметические ремонтные работы. Поздравляя всех с праздником, Владыка Иосиф отметил, что мы подчас не задумываемся над тем, как непросто содержать храм в чистоте и порядке, и сколько это требует сил и возможностей. Всегда радостно, что наши отцы-настоятели находят возможности содержать храм в должном порядке и украшать его. И мы, конечно, все должны быть помощниками в этом благом деле, потому что храм – это место нашей общей молитвы, нашего совместного предстояния перед Господом Богом. Храм Иоанна Претечи еще совсем молод, ему всего 8 лет. Однако жители железнодорожного района Ульяновска уже не мыслят себе жизнь без своего прихода. Иоанна Претечинский храм стал украшением и духовным центром микрорайона. Мы его начинали строить, кирпичиками занимались, привозили там, гальку привозили, отмывали, помогали убирать все. В общем, он наш родной. Вы знаете, сколько народу во все большие и великие праздники. Здесь народу места нет даже, потому что сейчас как-то народ больше обращается к Богу, идет, потому что без этого нам нельзя. Завершая престольное торжество в этом святом храме, Владыка Митрополит пожелал всем, чтобы Господь по молитвам Претечи и Крестителя Своего благословил нашу жизнь, наши труды, чтобы мы, подражая Претечи, совершали течение нашей жизни во славу Божию. Наталья Шуплецова, Симбирская Митрополия. Итак, идите, научите все народы, учая их соблюдать все, что я повелел вам. Эти строки из Святого Евангелия сказаны самим Спасителем, своим ученикам и апостолам, которых послал он в мир. Петр был избран на апостольское служение Спасителем во дни его земной жизни, а Павел призван для проповеди Евангелия после Вознесения Господа Иисуса Христа. Петр и Павел – два абсолютно противоположных характера, два разных по происхождению и социальному статусу человека. Известно, что апостолов Петра и Павла разъединяли многие понятия, касающиеся богословских взглядов. Они спорили между собой, порой вступая в открытую конфронтацию. Но их объединял тот, кому они следовали до конца своей жизни – сам Иисус Христос. Когда уже и не было святых апостолов, среди учеников христовых, среди христиан, было то время, когда стали разделяться. Кто-то причислял себя к школе апостола Петра, кто-то себя стал причислять к школе апостола Павла. И тем самым такое происходило разделение. Но апостол Павел еще в послании к Коринфянам писал такие строки. Разве Христос разделился? Поэтому вот этот праздник нас всех православных христиан объединяет. Поэтому вот этот праздник так любим на Руси, потому что мы всегда живем общностью. В день празднования памяти первоверховных апостолов Петра и Павла в Спасовознесенском кафедральном соборе города Ульяновска божественную литургию совершил митрополит Симбирский и Новоспасский Иосиф в сослужении секретаря Симбирской епархии и романаха Тихона Тихомирова и соборного духовенства. Славных всехвальных и первоверховных апостолов Петра и Павла Святые первоверховные апостолы Петр и Павел были казнены в Риме в 67-м году. Послания, наставления о вере, заветы, которые они оставили в Священном Писании и сегодня служат всем нам утверждением в истинах учения Христова. Наталья Шуплецова, Симбирская митрополия Замечательный вопрос задался на тему исповеди. Хотя бывателю интересно о том, почему же нужно обязательно прийти в храм и исповедовать священнику. В том и дело, что исповедаться не священнику, а Богу. Казалось бы, можно сказать, ну вот в вечернем правиле есть в конце исповедания грехов. Я и в конце дня вспоминаю, раскаиваюсь в них. Человек на самом деле в них раскаивается. Но давайте все по порядку. Расширим этот вопрос. Для чего человек входит в церковь? Представим аллегорически, что есть больница и больной. Больной нуждается в лекарстве. Он приходит в больницу. Но ведь он приходит в больницу за лекарством. Ведь от того, что можно просто зайти в больницу, посидеть в коридорчике, на лавочке, поковыряться в носу, посмотреть по сторонам, встать и пойти домой. Исцеление придет ли? Нет. Мы приходим в больницу к врачу. И именно, чтобы он прописал необходимые лекарства, которые нам помогут, и мы исцелимся. Когда человек приходит в храм, он приносит свое покаяние. Ту, если можно сказать грубыми словами, валюту, которую принимает Господь. Взамен он дает лекарства. Исцеление души. Ну зачем же тогда нам священник? А именно, что священник – это лишь тот свидетель и направитель мыслей и действий человека, дабы он правильно принял лекарства. И именно то лекарство, а не просто придя, к примеру, в аптеку, мы заболели и говорим «Фармацевт, дай мне все, что у тебя тут есть. Я все съем и, наверное, исцелюсь». Потому что мы ничего не понимаем в фармакологии. И в лекарственной деле тоже. Но вдруг какое-нибудь лекарство поможет. Когда человек читает «Вечерние правила», там как раз есть исповедование грехов, это тот подвод итогов дня, чтобы не забыть, чтобы подумать о них и обязательно произнести на исповедь. Заметьте, какую молитву читает священник для тех, кто пришел на покаяние. «Сечада Христос невидимо стоит перед тобою». То есть обращение к Христу. А когда разрешительную молитву читает над покаяшимся, разрешает у тебя грехи, именем Бога. А не сам человек, священник-человек, разрешает грехи. Он не может этого сделать. Он тот, кто поставлен во свидетельство и направление. Да и эпитимию, как сам себе назначишь. А ведь это очень полезное лекарство. Когда человек чувствует, что никак не может избавиться от этой муки, и чувство вины его преследует, он понимает, что вроде как и люди-то его простили, а перед Богом все равно стыдно. И он и спрашивает для себя испытания у Бога. Он говорит, «Батюшка, дай мне какое-то наказание, мне хочется потрудиться во имя Христа». Дается ему или поклоны, или чтение каких-то канонов, или какие-то действия он произносит, или делает. Разные протяженности времени. Но это именно и есть процесс исцеления. И к священнику, как человеку, мы приходим с любовью о том, чтобы он помог исповедоваться перед Богом. В этом и заключается наша основная задача на пути ко Христу. Это покаяние. В Ульяновске, в переулке Гоголя, среди современных зданий возвышается необыкновенной красоты Свято-Воскресенско-Германовский собор. Он совершенно не похож на другие храмы города. К сожалению, до нас не дошел ни один документ, где бы указывалось имя его архитектора. Радует, что сам храм сохранился до наших дней. История Свято-Воскресенско-Германовского собора началась с иконы святителя Германа Казанского. Как говорит исследователь истории собора, протеерей Николай Синьковский, который изучал документы в московских архивах, есть две версии, как она появилась в Симбирске. Событие относится к 90-м годам 17-го столетия. В ту пору казанским митрополитом был Маркел. По одной версии он инициировал передачу иконы святителя Германа благословений тогда еще совсем юному городу Симбирску. По другой версии горожане просили прислать им эту икону с мощами, которая являлась не оригиналом, а списком чудотворного образа, хранящегося в городе Свято-Воскресенке. Так или иначе образ здесь оказался. Встречали его как раз примерно вот на этом месте. Вот здесь вот по этой вот дороге, которая мимо Моришкина родника нынешнего уходит туда, это была как раз дорога в Казань. По этой дороге каким-то образом его то ли несли, то ли везли этот образ. И вот где-то здесь горожане вышли ему навстречу. Ну, как это водится, так сказать, это был крестный ход по видеому с духовенством, там, молебен послужили, все это вот. Здесь произошла эта встреча. Вскоре здесь была построена часовня. Главной святыней ее была эта икона. Когда часовня обветшала, люди на этом месте построили храм. Это не тот храм, в котором мы сейчас стоим. Он был другим. Он был поменьше. немножко иначе устроенный. Такой был классический, скажем так, деревенский храм. Вот, какого-нибудь там 18-19 веков, как их строили. Повыше помещение такое. Оно, видимо, было как летний храм. И к нему пристроено пониже, который легче отапливать, в котором молились зимы. В этом приходском храме, расположенном тогда на окраине города, было три предела. Главным считался Воскресенский. Два предела располагались в теплой части. Один трех святителей казанских, Гурия Германа в Арсенофии, и третий апостолов Петра и Павла. Приход был немаленький. К нему были приписаны некоторые городские дворы, находящиеся вокруг храма. И в этом же приходе числилась деревня Поливна. Из нее за семь верст люди ходили сюда в храм. Этот храм в таком виде существовал до середины 19-го столетия. Во второй половине 70-х годов 19-го века местные прихожане обратились к епископу в консистуарию, так сказать, к епископу с просьбой перестроить этот храм в силу того, что он уже обетшел. Писали в прошении о том, что храм, где в стенах трещины уже появились, что пол храма оказывается уже ниже уровня земли, что зимою храм очень трудно натопить и обогреть. К 1879 году была отстроена та часть, которая теперь является центральной. Отстроили это быстро. Вы будете ходить, занимать, показывать. Это же достаточно большое здание. На самом деле серьезно. И это те времена, когда этих самых кранов подъемных не было. И что? Кирпич наверх таскали на кобылках. Знаете, что кобылка нет? Правда нет. Это такое устройство, похожее на станок от рюкзака. Вот сейчас станковый рюкзак есть. Вот такой вот станок у человека на спине, ему туда кирпич наложили, и он побежал наверх с этим кирпичом. Вот так строили. Это был первый этап перестройки этого храма. В этом году исполнится 140 лет с момента первого его обновления. Освящение прошло в октябре 1879 года. Почти 20 лет храм оставался в таком виде. Строительство церкви завершилось лишь в 1893 году. Храм приобрел тот облик, который мы можем наблюдать сейчас. Церковь славилась своей колокольней. Там был самый большой в городе Симбирске колокол весом 703 пуда 21 фунт. Язык колокола весил 26 пудов. Это примерно 425 килограммов. Колокол отлили в 1896 году на средства симбирского купца Чикалина. Его звон был слышен за 10 верст от города. В 1916 году приход Святого Воскресенско-Германовского собора был самым многочисленным в городе. Почти 13 тысяч человек. После революции храм разрушать не стали. Помещение использовали для других нужд. В 1930 году наш собор закрывают по решению местной власти. И до 1931 года он стоит пустым. В 1931 году после пожара в Троицком кафедральном соборе города Симбирска, в котором находился в тот момент архив, архив передают как раз в здание Воскресенско-Германовского собора. Тогда он назывался просто Германовская церковь. И с тех пор до 2009 года в здании Германовского собора располагался архив. Естественно, советская власть не оставила собор в том виде, в котором он был. С него были сняты главки, была разрушена колокольня, на месте которой был построен четырехэтажный из белого силикатного крепича пристрой. Здесь располагалось архивное управление. В алтарях собора был устроен читальный зал. Тяжбы по поводу передачи здания Германовского собора обратно Русской Православной Церкви продолжались очень долго. И в 2009 году было принято решение о передаче здания. После передачи был отслужен молебен на начало всякого доброго дела и начались восстановительные работы. К Пасхе 2010 года Германский собор был восстановлен кроме колокольня. Сам собор был открыт и первое богослужение было совершено полной литургии на Пасху 2010 года. Возглавил эту литургию преснопамятный владыка митрополит Прокол, который занимался и добивался и очень родил передачи этого собора обратно Русской Православной Церкви. На этом реставрационные восстановительные работы не закончились. В мае 2012 года на воссозданную колокольню были подняты колокола, которые и сейчас украшают собор. С тех пор Германовский собор выглядит в том виде, в каком мы видим его сейчас. Отдельно стоит поговорить о других святынях храма. Здесь их достаточно много. Этот собор очень любил преснопамятный владыка Прокол. Он был по сути его детищем и каждую икону, которую сюда приносил владыка, он приносил со смыслом. Взять хотя бы почитаемую икону преподобной Марии Магдалины, в которой находятся частицы мощей. Я помню эти события, когда он принес впервые эту икону Марии Магдалины с частицей его мощей на ее праздник. Была божественная литургия, служилась, все начнут деньги накануне. И вот торжественно принесена была эта икона Марии Магдалины с частицей ее мощей. Она также пребывает в нашем храме. Как мы уже говорили, один из пределов когда-то был посвящен трем святителям казанским. Герману, основателю Свияжского монастыря, Горию, епископу Казанскому и Варсонофию, основателю первого монастыря в Казани. По благословению владыки Анастасии не так давно была написана икона этих трех святителей. И в нее были вложены частицы мощей святителей. Еще одной святыней нашего собора является старинная икона Божьей Престой Богородицы, образ нечаянной радости. Эта икона связана с историей нашего собора. Она древняя икона. Она находилась в древнем соборе Германовском. Она была почитаема людьми. Она также сейчас пребывает в нашем соборе после восстановления, после того, как храм был передан и восстановлен. Владыка Прокол также с любовью ее сюда принес и установили ее ежедневно, межнедельно в нашем соборе. За исключением великого поста по средам совершается молебен с акафистом перед этой чудотворной иконой, как ее почитали раньше в Старом Германовском соборе. Как мы знаем, четыре года мощи святого блаженного Андрея Симбирского покоятся в Спасовознесенском соборе. Все это время рака, где ранее находились мощи святого, пустовало. По благословению митрополита Симбирского и Новоспасского Анастасия, 5 июля этого года в храме был установлен ковчег из раки Андрея Блаженного. На его крышке написана икона в полный рост святителя Германа, и в нее установлена большая частица его мощей. Интересна еще одна деталь храма, старинный подвал с колодцем. Краеведы говорят, что ключ забил в подвале неведомо откуда в 1903 году. На самом деле сегодня точно определено, что вода поступает в старинный колодец из Моришкиного родника. Колодец достаточно глубокий, и вода в нем на вид чистая. Однако, по словам священнослужителей, ее они не используют во время крещения и службы. Берут только для полива газонов. По словам отца Антония, несколько лет назад вода в колодце неожиданно помутнела. Приглашенные специалисты водоканала взяли пробы воды и сказали, что она загрязнена бактериями из канализационных стоков. По версии специалистов, во время строительства соседних домов была временно нарушена подача воды. В настоящий момент воду в колодце возможно очистить и использовать ее для питья церковных служб, что и будет сделано в скором времени. Все эти предметы подвального помещения, сами стены храма хранят историю не только самого храма. Они помнят симбирян, которых здесь крестили, венчали, которые обращались под сводами этой церкви к Богу. Здесь сохранилась частица истории нашего города. К счастью, сегодня Святый Воскресенско-Германовский собор это дом Божий, место священное, самим Богом предназначенное для молитвы. Да будет так до скончания века. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok